Автор этой выставки, Павла Попова, знаю почти с начала его творческой деятельности. Он очень удачно и вовремя поступил в художественное училище, бывшее училище, теперь училище Глазунова. И, как говорится, людям вот везет, как-то везет. Вот ему повезло с хорошими педагогами встретиться. Педагоги были прекрасные и друзья хорошие. В результате он прекрасную картину написал. Какой-то 101 вариант «Тайной вечери», большая картинка. Вот потом тоже повезло, что пришел какой-то богатый человек, решил выбрать, кого бы спонсировать. И вот нашел его еще девушку и стал в стипендии платить определенную сумму. Это ему помогло. В результате он съездил в Италию по местам, по пути Христа. Ну и, в общем, он продолжал эту тему. Потом все-таки эту тему России. Россия более его привлекала. И привлекает сейчас на терморт русский пейзаж, российский. Ну и вот так вот он работает очень долго. На дачу приезжает, не отдыхает, а пишет состояние природы. Ну вот и все. Что я могу хорошего сказать? Плохого ничего нет. Человек очень трудолюбивый. Он все время работает, работает и растет, главное. Все растет и растет. Не вширь, а ввысь растет. И у вас растут. В работах все время новые и новые появляются. Интересные работы. И живописные очень. Это вот по характеру график очень прекрасный. И решил поступать в художественное училище или в институт. Благодаря случайности архитектор, девушка знакомая, говорит, что ты круг можешь нарисовать? Говорит, могу. Берет от руки рисовать круг. Стали церковь проверять. Просто один к одному. Она говорит, а тебе же надо учиться. Просто он пошел. Глаз у него как ватербаспург буквально. Но живопись немножко сложнее, чем вот. Но все равно осиливает. Благодаря большому количеству работ он все время растет и расширяется. Его диапазон. И натюрморты, и пейзажи, и исторические темы. И он написал картину. Два его не написали. Куликовская. Куликовская. Из Куликовской битвы. Картина. Вот дипломная работа вообще потрясающая была. Где тайная вечеринка. По-моему, все, что можно было сказать. Куликовской битвы. Продолжение следует...